Диффузные паренхематозные болезни 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 Ну и по-другому эти болезни называют интерстициальными болезнями легких, но нужно сказать, что все-таки, как правило, при большинстве этих заболеваний поражается не только интерстиция, все-таки альвеолы тоже поражаются, поэтому более правильное название все-таки это диффузные паренхематозные болезни легких. Сама история изучения этих болезней довольно длительна. Знаменитый врач Уильям Ослер еще в конце 19 века описал так называемый цирроз легких. Его книга выдержала 8 переизданий, но все-таки толчком к развитию направления изучения этих болезней послужила работа Хаммана и Ричи, американских врачей, которые впервые описали быстро прогрессирующий диффузный интерстициальный фиброз легких, который приводил к смерти всех пациентов, которых они наблюдали. И вот с тех пор эта группа болезней получила собирательное название болезни Хаммана и Ричи или синдрома Хаммана и Ричи, но в 1964 году Скаддинг в своем письме к редактору одного из научных журналов показал, что все-таки эта группа болезней достаточно гетерогенна. Есть болезни с медленным течением, есть болезни, которые минимально приводят к фиброзированию, есть действительно болезни быстро прогрессирующие, которые описали Хаммана и Ричи и предложил использовать такой термин, как фиброзирующий альвеолит. Ну нужно сказать, что в Российской Федерации до сих пор этот термин весьма распространен, чуть позже я скажу об этом несколько слов, но все-таки наши западные коллеги шли вперед и в 2002 году консенсусом американского таракального общества, европейского респираторного общества был создан такой очень важный основополагающий документ, который обозначил группу таких заболеваний, как идиопатические интерстициальные пневмонии. Он в 2013 году был обновлен, но конечно из этой группы наибольшего внимания заслуживает такая болезнь, как идиопатический легочный фиброз. К ней в последние годы привлечено особое внимание, это связано конечно и с ростом заболеваемости, но самое главное это связано с тем, что у нас появились реальные инструменты воздействия на тот фиброзный процесс, который происходит в легких. Появились два новых антифиброзных препарата, перфенедон и нентидонип. И собственно в 2015 году дополнение к консенсусу по легочному фиброзу, американское таракальное общество и европейское респираторное общество, эти препараты рекомендовали для применения, но чуть позже другие докладчики об этом расскажут более подробно. Если говорить о классификации диффузных паренхематозных заболеваний легких, на первый взгляд она достаточно громоздка, но оно и понятно. Сотни болезней относятся к этой группе патологии, но их можно разделить на 4 основные кластеры. Первое это болезни с известной теологией, это те болезни, которые называются экзогенным альвеолитом, чаще это экзогенный аллергический альвеолит, реже это экзогенный токсический альвеолит. Это лекарственные поражения легких, это разного рода инфекционные поражения легких, причем как правило те патогены, которые вызывают эти заболевания, они существенно отличаются от обычных бактериальных. Которые вызывают инфекционные пневмонии, ну и, к счастью, все реже и реже встречающаяся проблема пневмокониозов. Следующая группа диффузных паренхематозных заболеваний легких это идиопатические интерстициальные пневмонии. И вот консенсус 2013 года, он выделяет 8 клинико-морфологических вариантов, причем каждый из них имеет своеобразную клиническую, рентгенологическую картину, ну может быть клиническую в меньшей степени, рентгенологическую картину, особенности морфологии и, конечно, особенности течения, прогноза и лечения. И, к большому сожалению, вот мало кто, не только из терапевтов, но даже из пульмонологов, знает и хорошо разбирается в особенностях этих клинико-морфологических форм идиопатических интерстициальных пневмоний. О двух из них мы сегодня будем говорить, остальные, к сожалению, останутся за кадром, но, тем не менее, есть литература, в которой можно все необходимые данные найти. Следующая группа болезней это гранулематозы, среди которых, конечно, необходимо выделить такую проблему, как саркоидоз с поражением легких, с поражением внутригрудных лимфоузлов. Не знаю, как у вас, но у нас колоссальный поток пациентов с саркоидозом, и этой болезни очень боятся врачи первичного звена, хотя большинство пациентов, это, конечно, амбулаторные пациенты, которым не требуется никакого стационарного лечения, но уж обследование нужно только на первичном этапе в условиях стационара. Ну и, наконец, редкие диффузные паренхематозные болезни легких, конечно, их всех невозможно упомнить, с некоторыми из них врач, во всяком случае терапевт может встретиться всего один раз в своей профессиональной жизни, а может быть и никогда такой диагноз не поставить. Но это уже отдельная тема, хотя о некоторых этих болезнях мы тоже сегодня будем сегодня говорить. Какова же вообще распространенность этих заболеваний? Конечно, в целом они встречаются гораздо реже, чем, скажем, обычные бактериальные пневмонии, хобл или астма. Но, тем не менее, в соответствии с эпидемиологическими исследованиями, проведенными в основном в западных странах, обратите внимание, вот там, где более темный цвет, это там, где эти диагнозы ставят чаще, больше умирает пациентов. Причем это четко отражает уровень финансового развития и уровень развития медицины. Чем выше уровень медицины, тем выше смертность, тем выше уровень диагностики этих заболеваний легких. Страны бывшего восточной Европы, относящиеся к блоку Варшавского договора, они уже посветлее. Те, которые входили раньше в Советский Союз, они вообще вот светленькие. И тут Литва и Латвия. Но, к сожалению, по России, Казахстану, Украины данные не представлены. Но если говорить о структуре разных заболеваний, то для меня было достаточно любопытно увидеть, что, например, саркоидоз, вот это беленькие такие столбики, они занимают очень небольшой объем в общей массе диффузных паренхематозных заболеваний легких, по данным наших западных коллег. У нас саркоидоза примерно процентов 40 от всех пациентов, которые проходят через клинику. Связано ли это с особенностями нашей российской популяции или с чем-то другим? Ну, вот сегодня профессор Визель, лидер направления по саркоидозу легких, может быть, об этом скажет несколько слов. Но, тем не менее, весьма любопытно. Но, посмотрите, доминирующее положение среди диффузных паренхематозных заболеваний легких занимает и диапатический легочный фиброз, и другие диапатические интерстициальные пневмонии в большинстве европейских стран. Нужно сказать, что во врачебной среде существует очень много заблуждений в отношении этой группы болезней. Ну, одно из них говорит о том, что диагноз можно поставить только морфологически. Ну, конечно, это не так. И сейчас, когда мы стали понимать особенности компьютерной томографии, когда мы стали понимать те необходимые тесты, которые пациентам можно выполнить, не прибегая к инвазивной диагностике, очень многие диагнозы. Это касается, ну, примерно 30% диффузных паренхематозных болезней легких можно поставить, не прибегая к биопсии легочной ткани. Ну, вот, например, 46-летний пациент с очень большим стажем курения. Основные две жалобы. Первая жалоба – это одышка при физической нагрузке, а вторая жалоба – это полиурия и полидепсия. И вот такая компьютерная томография. Ну, зачем вам нужна здесь трансбранхиальная или там торкоскопическая биопсия? Диагноз практически у вас в кармане. Да, сахар у него нормальный, сахарного диабета у него нет. Значит, это гистиоцитоз с поражением легких и центральной нервной системы, для которого несахарная моча изнурения является одним из очень характерных клинических симптомов. Ну, или, например, вот эта пациентка, которая… все снимочки, они собственные, не заимствованы из интернета. Мы не пользуемся услугами наших коллег, которые выкладывают картинки в сеть, только собственный опыт вам представляем. Вот эта больная, которая никогда не курила, с выраженной одышкой при небольшой физической нагрузке, поступает в клинику, проводится компьютерная томография грудной клетки. Ну, и первый вопрос, который ей был задан, когда мы получили эту картинку, нет ли у нее дома птиц? Ну, оказалось, что год назад она завела волнистого попугая. Это классическая, типичнейшая картинка экзогенного аллергического альвеолита подострого течения. Нужна ли здесь биопсия легких? Конечно, не нужна. Следующее представление в головах наших врачей, опять-таки связанное вот с этой идеологией фиброзирующего альвеолита, о том, что если болезнь хроническая, то она имеет неуклонно прогрессирующее течение. Ну, конечно, нет. Я уж не говорю о саркоидозе, о других достаточно доброкачественных вариантах. Но даже если говорить об идиопатическом легочном фиброзе, в последние годы было проведено много серьезных клинических исследований, которые включали сотни пациентов с идиопатическим легочным фиброзом. Вспомните, совсем недавно мы считали, что эта болезнь неуклонно прогрессирует, да, с разной скоростью, но обязательно может быть движение только вниз у этих пациентов. Оказывается, нет. Порядка 10-12% больных от общей популяции пациентов с идиопатическим легочным фиброзом имеют стабильное течение, у них вообще не падает легочная функция, у них застывшая картинка компьютерной томографии, у них абсолютно стабильные показатели функции дыхания. И я вам скажу больше, если вы этих пациентов заставите регулярно заниматься физическими тренировками, вы увидите у них приросты по жизненной емкости легких, уж во всяком случае по дистанции шестиминутной ходьбы. Вопрос, нужно ли лечить этих пациентов, но это вопрос к следующим докладчикам. Дальше много приходится слышать от наших коллег, что какая разница, какой диагноз, все равно лечится гормонами. Ничего подобного. Ничего подобного. Есть заболевания, где гормоны оказывают негативное влияние на течение болезни, бывают потери времени. И, конечно, мы сегодня будем говорить немножко о лечении в том числе. Сегодня тема конференции – это все-таки диагностика. Но я хотел бы вам просто продемонстрировать этот такой любопытный поисковый слайд. Я, готовясь к лекции, набрал лечение диапатического легочного фиброза. И вот, пожалуйста, вам на второй страничке высветилось лечение легочного фиброза коровьей мочой. Оказывается, причем это не у нас. Это, так сказать, наши коллеги из Индии, оказывается, практикуют таким способом. Но сегодня о таких методах лечения мы говорить не будем. Подводя общий итог, какие все-таки существуют проблемы? В чем проблема диагностики этих заболеваний? Ну вот, на мой взгляд, все-таки та терминология, от которой наши европейские и американские коллеги призывают нас отказаться, а именно от термина фиброзирующий альвеолит, который является объединяющим термином разных болезней, которые имеют разное течение, разный прогноз, лечатся по-разному. Вот если мы откажемся и перейдем к современной классификации, к современному пониманию этой группы болезней, то, безусловно, мы сможем и диагнозы ставить раньше, и пациентам помогать больше. В 2011 году термин фиброзирующий альвеолит не рекомендован к применению в клинической практике европейским респираторным обществом и американским таракальным обществом. Вторая проблема, очень сложная проблема. Она сложна и для клиницистов, и для морфологов, потому что разные болезни могут иметь одинаковую гистологическую картинку. И при этом, если вы не будете анализировать, что же с больным происходило, его анамнез, его профессиональный маршрут, его лекарственный анамнез, историю его развития, его болезни, вы просто, имея перед собой гистологическое заключение, точный диагноз поставить не сможете в определенных ситуациях. И, казалось бы, мы делаем видеоторакоскопическую биопсию легких, получаем большой объем гистологического материала, а диагноза нет. Во многом это связано еще с тем, что существуют смешанные гистологические формы среди идиопатических интерстициальных пневмоний, их около 15%, когда у одного и того же пациента одновременно могут присутствовать признаки и неспецифической интерстициальной пневмонии, и, скажем, криптогенной организующейся пневмонии, и другие варианты сочетания этих самих по себе весьма редких заболеваний. Как быть в таком случае клиницисту? Какой диагноз ему ставить? На этот вопрос ответа на сегодняшний день точного пока не существует. Компьютерная томография, Игорь Евгеньевич будет об этом говорить, но набор симптомов примерно одинаков при самых разных болезнях легких. И сочетание их, в общем, похоже. И ставить перед специалистом по лучевой диагностики задачу поставить точный диагноз по той картинке, которую он видит, не прибегая к дополнительным методам диагностики, к дополнительной информации о пациенте, конечно, нельзя. Конечно, это чрезвычайно важно, это чревато ошибками, потому что если вам морфолог четко написал заболевание, а дифференциальный ряд может включать в себя еще несколько болезней, вы следуете этому заключению, конечно, вы тогда впадаете в ошибку, если вы не оцениваете комплекс на пациента. Ну и вот это наша отечественная проблема, это разобщенность разных специалистов, которые порой находятся в разных корпусах, не имеют возможности обсудить друг с другом пациента, потому что современная концепция диагностики этих сложных болезней, это, конечно, всегда консенсусный подход, это всегда коллегиальное обсуждение врачами разных специальностей, к сожалению, это доступно лишь в отдельных клиниках на сегодняшний день. Ну и, конечно, это недостаточное знание проблемы, и мы постараемся этот пробел сегодня компенсировать. Нужно сказать, что при всем желании попытаться с этими больными разбираться везде, это невозможно. Это невозможно ни у нас, это невозможно ни на Западе. Поэтому и считается, что набор всех диагностических инструментов, он должен быть в определенных центрах, в небольшой группе центров, но там должно быть все. Там должна быть не только компьютерная томография, но обязательно современные методы забора биопсийного материала, мини-инвазивные способы, эндоузи, криобиопсии, обязательно нужно анализировать жидкость бронхоальвеолярного лаважа. Конечно, без видеоторакоскопической биопсии легких очень сложно поставить ряд диагнозов, и если нет торакальных коек, конечно, невозможно считать этот центр полноценным. Должны быть опытные морфологи, конечно, должен быть опыт ведения таких больных. Ну и, на мой взгляд, очень важно, чтобы врачи и научные сотрудники, которые работают в этом центре, вели клинические исследования в данном направлении, потому что это, конечно, более глубокое знание данной проблемы. Но вот я с гордостью могу сказать, что наша клиника обладает всеми этими возможностями, удовлетворяет всем этим критериям. Правда, почему-то вот в клинических рекомендациях по эдипатическому легочному фиброзу, который несколько месяцев назад увидели свет, там Институт пульмонологии доминировал, насколько я знаю, нас не включили в число референсных центров, но вот 57-ю больницу, где нет ни кривобиопсии, ни торакоскопической биопсии, она там почему-то присутствует. Но это, наверное, вопрос к тем, кто эти рекомендации составлял. Но что еще очень важно, большинство болезней диффузных, паренхематозных, это хронические болезни, но есть ситуации острые, есть пациенты, которые поступают по скорой помощи. И если у вас нет инструмента постановки диагноза в течение нескольких часов, вы этих больных будете терять. Вот это то, что мы сделали здесь, и то, что у нас отработано, если поступает больной с острой дыхательной недостаточностью. Вот с такой картинкой, посмотрите, они похожи, да, ведь практически неотличимы, потому что в основе и того, и другого лежит диффузное альвеолярное повреждение. Это больная со свиным гриппом, а это пациент с пневмоцистной пневмонией. Вы должны поставить диагноз в течение двух часов после того, как пациент поступил в отделение реанимации. Как это сделать? Как минимум исключить инфекционный фактор. Первое, сделать бронхоскопию, тут же заинтубировать, сделать бронхоскопию. Трансбронхиальную биопсию делать нельзя таким больным, потому что если вы получите пневмоторакс на таких легких, все, это сразу мгновенная смерть, и вы не сможете этому пациенту оказать помощь. Значит, берется лаваш, ПЦР на пневмоцисту, ПЦР на грипп, ПЦР на другие возбудители. Если вы исключаете этот вариант, что делаете дальше? Мини-торакотомия с краевой биопсией и срочная гистология. Вот тогда вы можете за несколько часов диагноз таким пациентам поставить. К счастью, они все-таки не так часто встречаются. Это я к тому, насколько важно иметь набор необходимых инструментов для диагностики, потому что, к большому сожалению, эти пациенты очень часто погибают от неправильно поставленного диагноза. А, как вы понимаете, при пневмоцистной пневмонии пациенту можно реально помочь и его реально вылечить. Ну и, в общем, я должен сказать, что мы ведем серьезные клинические исследования в области диффузных паренхематозных заболеваний легких. Мы единственное учреждение из России, которое на Clinical Trials.gov, на сайте международных клинических исследований, его зарегистрировало, отчитывается регулярно перед FDA. И мы действительно имеем очень интересные результаты, но, к сожалению, не в рамках этой конференции будем говорить об этом. Ну и наш опыт, он изложен в книжке, которая полгода назад увидела свет. Часть авторов сегодня будут перед вами выступать со своими презентациями. Игорь Евгеньевич Тюрин отрецензировал нашу книжку. Мы вообще его считаем, ну, как бы гуру в области рентгенологической диагностики заболеваний легких. И вот такой курс молодого бойца, его книга «Компьютерная томография органов грудной полости», она является настольной книжкой, ну, на мой взгляд, всех думающих врачей, пульмонологов и рентгенологов.